В Швеции возникли проблемы с уничтожителем самолетов СУ. В Швеции набирает обороты скандал, связанный с государственным заказом 14 самолетов. ЧАЗ 39Е Грайпен, Грайпен и У компании СААП В шведских СМИ сообщают, что речь идет о первоначальном заказе на пустые многоцелевые истребители с устными договоренностями о дозаказе электронной начинки, вооружении и прочего. Выясняется, что теперь с дозаказом возникли серьезные проблемы. 14 фюзеляжей на авиастроительном предприятии созданы, но они так и остаются пустыми. Никто из государственных чиновников не говорит о том, почему забуксовала программа по доведению до необходимых параметров этих самолетов и будет ли производство 14-ти Грайпен и Завершено в ближайшее время. Скандал в первую очередь связан с тратами из государственной казны. Отмечается, что нет данных о том, какие объемы бюджетных средств были выделены на строительство пустых корпусов и почему изначально не было предусмотрено выделение всех необходимых средств на достраивание этих истребителей. По данным шведских журналистов, речь может идти о нескольких сотнях миллионов крон. Для справки, нынешний курс за один шведскую крону около 7 рублей. Претензии состоят еще и в том, что чем дольше пустые корпуса, планеры, простаивают на заводе, тем дороже в общей сложности обойдутся готовые боевые самолеты. Если говорить об обычных версиях ЧАЗ-39, Грайпен, то они стоят на вооружении ВВС не только Швеции, но и таких стран как Таиланд, ЮАР, Чехия, Британия и Венгрия. Интерес к закупкам проявляют в Индии. Также планируются поставки в Бразилию. А в Швейцарии, которая со Швецией, уже заключила соглашение на будущие поставки этих истребителей, в итоге от закупок отказалась, так как против контракта высказались граждане страны на специально проведенном по этому вопросу референдуме. Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Мацхельгессон заявил, что Грайпен и создаются в качестве уничтожителей, убийц, самолетов СУ. Теперь с уничтожителями возникли проблемы.